Доброе утро коллеги, с вами Саков Роман, компания Admiral Markets и мы начинаем наше видео. Я напомню, что вы смотрите проект трейдеры, проект о настоящих трейдерах и настоящих деньгах. В рамках данного проекта веду торговлю на собственном счете, а значит и рискую собственными деньгами. И каждый, кто хочет торговать, должен помнить, единственное, что в трейдинге вы можете контролировать на 100% – это свое отношение к риску. Полную информацию о рисках вы найдете в описании к этому видео. Ну, а моя стратегия заключается в том, чтобы не рисковать более чем 1% своего депозита и это, пожалуй, единственное, о чем рекомендую следовательному примеру. Вы можете получить полный доступ к статистике моей торговли, пройдя по ссылке в описании к этому видео и подключившись к счету с паролем инвестора. Также для удобства общения и для ваших вопросов был создан телеграм-канал, ссылка на который будет также в описании к этому видео. Ну, а сегодня у нас пятница, завершается текущая торговая неделя, поэтому мы поговорим о ключевых событиях, которые происходили на этой неделе. Это выступление Лагард, как это повлияло на евро и я также расскажу о тех позициях, которые открывал и о том, что сейчас смотрю. Давайте начнем с Лагарда. Я думаю, что многие вчера наблюдали за ее пресс-конференцию, но, возможно, не за ее выступлением, а за тем, как реагировал рынок. Для начала реакция евро была положительная, но затем мы видим движение в отрицательной зоне. Фактически сейчас мы торгуемся ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера. Что же вчера произошло? Евро, как я уже сказал, ненадолго переместился на положительную территорию по отношению к доллару после того, как президент ЕЦБ Лагард заявил, что последние данные указывают на умеренный рост экономики, что есть некоторые признаки усиления базы инфляции, но процесс остается достаточно сдержанным. Лагард также считает, что есть некоторые признаки стабилизации экономического роста и на этих данных как раз и евро подрос. Но, тем не менее, рост евро быстро сменился падением, едина валюта ушла в минус после, поскольку по дальнейшим словам как раз Лагард на пресс-конференции стало ясно, что риски все еще перекошены в сторону снижения экономики, в то время как производство и торговлю по-прежнему тормозят экономику еврозоны. Поэтому сейчас много как раз внимания уделяется тому, как идет движение в векторе как раз экономического роста по еврозоне. Ну а теперь давайте посмотрим, что у нас происходит с точки зрения текущей ситуации, то есть с точки зрения технической картины и начнем мы также с евро-доллара. Собственно, здесь моя идея на покупке пока все еще остается, хотя здесь мы видим то, что цена торгуется сейчас ниже отметки 1.10.67. Здесь могут возникнуть некоторые признаки как раз разворота тренда на дневном таймфрейме на нисходящий, но тем не менее здесь, по крайней мере, коррекцию здесь вполне вероятно мы можем увидеть, но для этого нужно опять же получить подтверждение на часовом таймфрейме. Поэтому здесь я для себя рассматриваю также возможность покупок, пока сделок не открывал, так как не было подтверждающего импульса в сторону восходящего движения. С точки зрения часового таймфрейма, начиная с 17 января, тенденция у нас здесь также сохраняется нисходящая, поэтому пока она не изменится, попыток покупать здесь я предпринимать не буду, но остаюсь наблюдателем и первый признак как раз возобновления восходящей тенденции будет в том случае, если цена сможет закрепиться выше максимальные значения, которые были сформированы вчера как раз перед выступлением Лагард по цене 1.11.10. Возможно, эти уровни будут как раз сформированы сегодня, когда рынок переварит ту информацию, которую получил вчера и уже на следующей неделе мы сможем получить более интересные точки для входа как раз на рост евро. По паре британский фунт и американский доллар пока здесь ничего не меняется, приближается 31 января и будем надеяться, что здесь ничего не поменяется, хотя уже, наверное, в это никто не верит. Но, тем не менее, пока здесь с точки зрения часового таймфрейма остается рост в приоритете британской валюты, но и с точки зрения дневного таймфрейма также. Пока уровней для входа нет, неплохие точки для входа были 21 января, то есть все, что было после 21 января, то есть в зависимости уже от рисков можно было искать хорошую точку для входа, но пока здесь уже, на мой взгляд, поздноваться. Здесь нужно получить еще одну волну коррекции для того, чтобы рассматривать присоединение по данному активу. По паре американский доллар, канадский доллар. Вот здесь как раз ближайшие, куда я буду смотреть по поводу сделок. Сейчас здесь тенденция с точки зрения дневного таймфрейма, ну, в принципе, с 2018 года сохраняется нисходящее, поэтому сейчас мы забрались довольно-таки высоко, рынок несколько перекуплен на текущий момент, поэтому здесь также может сформироваться неплохая точка для входа как раз на продажу в сторону продолжения данного нисходящего тренда с целями на 1.2957, а возможно и ниже. Поэтому с точки зрения часового таймфрейма здесь я буду ждать, во-первых, закрепления ниже уровня минимальной значения вчерашней торговой сессии, это отметка 1.3124, ну и дальше уже в зависимости от того, когда это произойдет, я буду рассматривать для себя вход или по рынку, или с отложенными ордерами, но об этом также я буду уже дальше писать и рассказывать в следующих видео. По паре американский доллар, японская иена, идея на продажу здесь также остается, она пока контртрендовая, то есть основной тренд здесь все-таки сохраняется восходящий, продажу здесь я открывал против основного тренда, сейчас позиция встает действовать, мы немножко притормозились в середине диапазона движения за последний месяц, это отметка 1.3951, ну и дальше посмотрим уже сможет ли американский доллар дальше начать дешеветь, ну и собственно двигаться в сторону по моему выбранному плану. С точки зрения часового таймфрейма тенденции сейчас сохранятся нисходящие, стоплос я переносил уже на максимум 22 числа, соответственно после обновления новых минимальных значений, которые были вчера сформированы, я перенесу стоплос еще чуть ниже, защищая уже часть своей позиции. То есть пока здесь только по доллар-иене остается контроль позиции, тейк-профит у меня стоит в области 1876, соотношение было 1 к 4, ну вот посмотрим дойдет ли до этого уровня цена. Следующий актив это австралийский доллар, как я и говорил ранее, здесь я также рассматриваю пока для себя приоритет непосредственно покупок, так как у нас основной тренд здесь сохраняется восходящий, ну и сейчас довольно-таки неплохо мы скорректировались, и довольно-таки неплохая точка для входа появилась вчера, которую я собственно и воспользовался. Входил я двумя этапами, первый этап это был отложенный ордер по максимальным значениям 22 числа, здесь я взял часть объема и докупился еще после снижения, то есть здесь ну на самом деле я не предполагал, что снижение будет, но объем брал неполный. И в совокупности здесь я, та позиция, которую я набрал, она удовлетворяет моим риском, то есть риск здесь не более 1% от депозита, поэтому до набрал позицию при падении. Я так периодически делаю, но не всегда рынок как раз корректируется ниже тех уровней входа, которые могли быть ранее. Соответственно здесь для продолжения данной идеи я ожидаю обновления локальных максимумов, которые были сформированы вчера, ну и собственно продолжение роста уже на 69 и 70 соответственно. Общий тренд здесь сохраняется восходящий, поэтому покупки здесь для меня остаются в приоритете. По паре новозеландский доллар, американский доллар, здесь, как я также ранее уже говорил, рассматривали для себя возможность покупок, как раз коррекция была довольно-таки неплохой, мы скорректируем порядка 2,5%. Общий тренд здесь сохраняется восходящий, поэтому пока покупки здесь также остаются в приоритете. И по новозеландцу вчера мы смогли закрепиться выше максимальные значения, которые были сформированы как раз 22 числа, ну и показали локальный максимум за торговый день, что в принципе дает уже зеленый свет на поиск покупок, но покупок опять же нужно понимать, где входить, потому что если входить сейчас, то ближайший уровень движения, то область 66,63, он фактически дает точно такое же соотношение, как и потенциал по убыткам. Поэтому здесь я поставил для себя отложенный ордер чуть ниже локальных максимумов, которые были вчера сформированы, вчера и 22 числа по цене 66,05 с общим риском полупроцента. У меня уже достаточно большое количество позиций открыто, поэтому для того, чтобы не перегревать мой депозит по данному активу, я принял решение входить также в половину объема, для того, чтобы соблюсти риски, если что-то пойдет не так, ну в принципе по всем позициям, для того, чтобы рисковать минимально. Поэтому здесь вход для меня будет актуальный, если цена еще даст волну коррекции от текущих уровней, это порядка 15 пунктов, и тогда я смогу для себя получить довольно-таки неплохую точку для входа, которая в данном случае является, на мой взгляд, интересной. Поэтому пока здесь по рынку не вхожу, но активно наблюдаю за данным активом. По золоту пока здесь без особых изменений, плавно золото продолжает свой рост, хотя мы видим, что с точки зрения часового таймфрейма здесь сформирован боковик, преодолеть который пока мы не можем. Общее направление пока остается восходящим. Пока у точка входа здесь я, пока нет оптимальных уровней для входа по данному активу, поэтому здесь пока я просто по нему наблюдаю, и с точки зрения опять же более крупного таймфрейма буду ждать более продолжительной коррекции. После этого уже рассмотрю возможность купить данный актив. По индексам. Индексы вновь на этой неделе показали локальный максимум. DAX 22 числа обновил high, дошли до отметки 13 634. И фактически сформировался паттерн на начало нисходящего движения. Но уже много раз это нисходящее движение ничем особым не заканчивалось. Коррекция была там порядка нескольких процентов, когда это 3%, когда это 4%. Но тем не менее. Поэтому пока по индексу DAX я контртрендово не вхожу. Опять же, если будет более серьезное движение, то я рассмотрю возможность как раз купить по более низкой цене. В свою очередь, по индексу S&P 500 пробую еще раз продавать. Уже несколько раз это делал. Несколько раз рынок меня выносил. Но опять же, я использую риск полпроцента. Поэтому здесь в данном случае никаких больших рисков для своего депозита я не несу. И дополнительная возможность посмотреть, как ситуация будет развиваться. Собственно, сделку я также открывал вчера. После того, как цена вновь обновила локальный минимум, мы смогли закрепиться ниже минимальной значения 22 числа. То есть, показав пока неготовность начала нисходящего движения, но плюс обновили локальный минимум. Что дает повод подумать о том, что может здесь произойти как раз нисходящее движение. Хотя сейчас мы торгуемся в красной зоне для моей сделки. Есть, опять же, здесь риск был полпроцента по данному активу, по данному депозиту. Ну, посмотрим, будет ли нисходящее движение. А если будет, то хорошо. Здесь Take Profit в данном случае я поставил для риска и соотношение рисков 1 к 3. Причем, для того, чтобы не экспериментировать, так как уже были хорошие входы, но выход не всегда был оптимальный. Поэтому здесь немножко пересмотрел подход по данному активу. Поэтому будем смотреть, как ситуация будет двигаться дальше по данному инструменту. Ну, а на сегодня это все. С вами был Исааков Роман. Как всегда напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал, чтобы не пропустить следующее видео. Ну, и ваши вопросы, как всегда, оставляйте в комментариях. Всем желаю хорошего завершения торговой недели. Всем спасибо за внимание и до свидания.